Привет! Это краткая демонстрация Backbone.js. Backbone.js представляет собой инструмент для создания динамичных вверх приложений со сложным интерфейсом. То есть это приложения, которые больше похожи на обычные приложения, чем на веб-сайты. По времени она займет, я постараюсь уложиться, 15 минут. Мы сначала вкратце рассмотрим, что такое вообще Backbone.js. Затем вкратце рассмотрим пример, на котором мы будем его изучать. Затем коснемся того, почему он вообще нам может быть интересен с точки зрения пользователя. И закончим тем, чем он нам может быть интересен с точки зрения разработчика. Так, первая часть. Что это такое? Лучше всего нам начать с того, чтобы смотреть, что уже на нем сделано. На нем сделаны, можно зайти вот по этой ссылке, здесь несколько десятков скриншотов, можно их посмотреть. На нем сделаны вот такие приложения, которые больше похожи на Gmail или Google Docs, чем на веб-сайты. Переходим ко второй части. Прототипу, на базе которого мы будем изучать, как устроена Backbone.js. Это что-то вроде админской консоли, которая делает всего две очень простые вещи. Первая, она управляет пользователями. И вторая, она управляет организациями. Одна организация может иметь множество пользователей. То есть, достаточно простая структура. Так, заходим как администратор. Макап взятый из Twitter Bootstrap. Тема Twitter Bootstrap. Так, здесь у нас есть список пользователей. Мы можем различные роли пользователям назначать. Также у нас есть список организаций. Здесь они называются аккаунты, но по смыслу это организации. То же самое мы можем редактировать их, создавать, удалять. Например, организация. У нее есть некоторые поля. Мы можем их редактировать. Изменялся. Ну и так далее. Ну, создавать новый, удалять стандартный круг. Теперь переходим к третьей части. Чем вообще нам может быть интересен, чем Backbone.js может быть интересен для конечного пользователя. Во-первых, ему может быть интересно тем, что очень высокая скорость реакции, потому что многие действия пользователя не требуют вообще связи с сервером. Допустим, вот это нажатие на кнопку Edit, оно обрабатывается только на клиенте, и нам не нужно связываться с сервером для того, чтобы показать пользователю этот диалог. Если же мы с другой стороны что-то поменяем, нажмем ОК, тогда уже только тогда будет послан сигнал с сервера обновить. Это первое. Потом, интерфейс пользователя можно сделать достаточно сложным, гораздо более сложным, чем на обычном сайте. Ну, это, конечно, сложно назвать достоинством, сложный интерфейс, но, скажем так, у нас есть такая опция. Сделать интерфейс сложным, если очень захочется. Так, потом, в отличие от предыдущих попыток делать такие монолитные приложения, Backbone.js позволяет работать, позволяет сделать видимость, как будто это обычный сайт. То есть мы при желании можем менять URL и сохранять состояние. То есть если я здесь сейчас сохраню эту ссылку, нажму, допустим, на аккаунты, у нас URL поменялось. То же самое, если пользователь вставит какую-то ссылку и нажмет. В Backbone.js клиент загрузится на том состоянии, на котором нам нужно. Это может быть важно, потому что, во-первых, это может быть важно для индексации, ну, в нашем случае это не очень важно. Во-вторых, это может быть важно для того, чтобы отметить какие-то важные состояния, в которые нужен быстрый доступ через URL или через закладки. Это, правда, работает не во всех браузерах. Это PushState появилось только в новых браузерах. Но со старыми это тоже работает, просто если браузер будет старый, он просто вместо... Он просто перезагрузит страницу. То есть здесь вот это все происходит, смена URL без перезагрузки страницы. А в случае старого браузера будет приближаться страница. Также у нас работает кнопка «Назад». Правильно, так как пользователь предполагает. То есть мы получаем свойства с одной стороны сайта, то, что мы имеем кнопку «Назад», «Вперед», имеем классические URL-ы. И с другой стороны мы имеем динамичность и скорость, которые свойственны приложению «Ансайта». Еще один плюс. Здесь, правда, я этого показать не могу, потому что это не используется. Это PushServer. То есть мы можем использовать, ну, например, сокеты для того, чтобы посылать клиенту обновления, если что-то изменилось. То есть не только клиент может инициировать какое-то действие на сервере, но и сервер может инициировать действие на клиенте. Мы можем показывать какие-то нотификации, если поменялось что-то. Ну и так далее. Высокую скорость, отзывчивость и удобство при работе с приложением, и при этом не нужно, который не нарушает уже принятых норм работы браузера. Так, переходим к четвертой части. Как выглядит development с Backbone? Ну, вот мы посмотрели приложение. В принципе, все это мы можем делать и без Backbone. Обычным, ну, стандартными Ajax и стандартными техниками. Backbone, если смотреть с высоты птичьего полета, отличается тем, что у нас приложение имеет гораздо более лучшую структуру для понимания и гораздо более удобно для development с точки зрения разработчика. Ну и сейчас мы посмотрим более детально, чем же оно удобно. Прежде чем переходить к рассмотрению кода, давайте рассмотрим общую структуру проекта. Так, если мы зайдем в проект, у нас есть сервер, есть клиент. Backbone сам по себе не предъявляет каких-то жестких требований к расположению файлов. Мы можем организовать как угодно. Но я выбрал следующую структуру. У нас есть вендор, папка, где в зависимости. Есть контроллеры и модели. И есть темплейты. Теперь нам необходимо, для того, чтобы все со всем этим было удобно работать, нам необходимо, чтобы все эти файлы в development автоматически собирались, вставлялись в страницу, вставлялись куда нужно, в страницу. И некоторые файлы, допустим, если это CoffeeScript или LES CSS, они помимо этого должны быть скомпилированы. И все это не должно требовать каких-то ручных операций. То есть все должно включаться и работать автоматически. С другой стороны, в продакшене нам необходимо, чтобы эти файлы были минимизированы, слиты в один и сжаты для быстрой загрузки клиента. К счастью, есть куча инструментов, утилит, которые этим занимаются. Для рельсов, например, для фреймворка Rails, это, например, Asset Pipeline. То же самое, я знаю, есть для Python и Node. И для Scala наверняка тоже что-то есть. Этот инструмент позволяет нам иметь удобную... Такие инструменты, назовем их Asset Pipeline, позволяют нам иметь удобную структуру проекта и легко сработать, легко управляться с файлами. Итак, мы посмотрели, как выглядит development и deployment клиента. Теперь посмотрим поближе, как выглядит сам код. На примере вот этой организации. Организация называется Default. У нее есть какие-то параметры. Параметры. И посмотрим также, как рисуется вот эта форма. Так, идем в Client. Идем в Template. И вот этот вот темплейт ответственен за рендеринг вот этого компонента. Если мы посмотрим, то мы не увидим здесь ни строчки JavaScript'а или какой-то логики на JavaScript'е. Например, вот эти вот кнопки Edit и Beep. Они на самом деле... Там JavaScript срабатывает, когда на них нажимаем. Но здесь шаблон остается чистым. И удобно работать как при верстке, так и чтобы быстро понять, что вообще происходит, рисуется и быстро править. Да, еще один момент. Backbone.js позволяет использовать любой JavaScript в Client Engine. Там целая куча, наверное, чуть ли не десяток. Я использовал, например, такой. Можно использовать... Можно использовать другие. Так, как выглядит форма. Если нажимаем на кнопку Edit, получаем такую форму. Рендерится она вот этим вот комплейтом. Вот то, что нам интересно. Это helper, который позволяет быстро и просто генерировать стандартные формы. Это не совсем стандартный из Backbone.js, но удобная штука. То есть, если мы посмотрим, как рендерится name, поле name, вот эта вот строчка, ее рендерит. Мы видим, что здесь нет ни обработки ошибок, ни тайтла у поля формы. Он все это вытаскивает автоматически из словаря. Если английский, то английский будет, если русский, то русская. И если будут какие-то ошибки в этом поле, то он красным цветом их подсветит. Посмотрим, как... Вот еще раз покажу. То есть, вот этой строчкой он рендерится. Сейчас посмотрим, как изменится, если я сменю язык. Язык ставим. У нас появился русский язык, локализация. Нажимаем, нажимаем, все поля сменились. Мы посмотрели, как рендерится форма. Теперь посмотрим, откуда берутся данные для этой формы. Здесь мы еще раз глянем на темплей для формы, то мы видим, что здесь есть модель. Смотрим, что собой представляет эта модель. Вот что собой представляет эта модель. То есть, фактически, это JavaScript объект. И если мы не хотим специализировать что-то, какие-то специальные методы для этой модели, мы можем этого не делать. То есть, можно почти не писать никакого кода в типовых случаях. В более сложных случаях мы можем добавить специализированные методы к моделям. Ну, допустим, не будем пока смотреть, что они делают, просто с высоты птичьего полета. Единственное, здесь весь код это CoffeeScript, но если вы не знакомы с ним, можете спокойно игнорировать его. CoffeeScript ничем не отличается от JavaScript. То есть, все эти функции, все вызовы, это всего лишь обычный JavaScript. Просто чуть по-другому называется. Мы рассмотрели, как рендерится обычный вид, как рендерится форма, как выглядит модель для этой формы. Но мы пока не видели логики, которая связывает все эти вещи воедино. Сейчас мы это увидим. Так, для этого мы идем в Spaces. Единственное, заранее отмечу, здесь используется термин компонент. То есть, приложение в Backbone.js строится не из кусков HTML, которые как строки вместе сливаются, а как компоненты, которые вместе взаимодействуют, и которые являются динамическими объектами. И сейчас мы посмотрим, как выглядит код компонента, который ответственен за отображение организации. Вот это дефолт организации и дефолт. Вот он, компонент организации. Теперь, вкратце, пробегусь, что каждая строчка делает. Что вот это вот означает. Если мы глянем еще раз организацию, то мы заметим, что здесь, хотя кнопки динамические эти, в комплете ничего про них не сказано. Про то, что делать, когда мы на них нажимаем. Это сказано в компоненте. Вот оно. Мы напишем, когда кликается дом-элемент, соответствующий селектору, edit, вызвать метод edit. Когда delete, вызвать delete. И вот, соответственно, обработчики событий для edit и для delete. А вот метод render, который берет шаблон. Вот этот вот. Берет модель и, соединяя их воедино, получает такой динамический компонент. Вот только что мы посмотрели, как рендерится вот эта страничка. Ну, не полностью, мы не смотрели меню, не смотрели layout, не смотрели панель пользователя. Но, такой основной момент мы посмотрели. То есть, какое вообще достоинство того, что приложение у нас это не куски HTML и куски JavaScript, а динамическая структура из компонентов. Во-первых, мы можем забыть о том, что какой-то кусок HTML у нас может оказаться непроинициализирован. Допустим, когда мы через Ajax что-то загружаем, если классический Ajax, нам постоянно нужно помнить, что такой-то кусок HTML необходимо проинициализировать обязательно. Нужно что-то там выставить, какой-то скрипт запустить. Здесь у нас нет таких проблем. У нас есть компонент, который инкапсулирует всю логику взаимодействия этого элемента управления. Он управляет состоянием компонентов, управляет изменением этого состояния, автоматически отражает изменения на модели. И все это сделано в удобном виде. То есть у нас есть четкое разделение. Есть темплейт, который отвечает за внешний вид. Есть модель, которая отвечает за сохранение данных и коммуникацию с сервером. И есть контроллер. Компонент-контроллер здесь можно по-разному назвать. Есть компонент или контроллер, который отвечает за сборку всего этого места. В итоге мы получаем четкую структуру и предсказуемое и управляемое поведение приложения. Другой плюс-багбон в том, что она имеет очень маленький размер. 2 или 2,5 килобайта. И всего одну зависимость это underscore.js. Также она имеет модульную архитектуру, что позволяет использовать либо часть ее, либо расширять. Например, в этом приложении я использую нестандартные модели по строительству. И нестандартные компоненты достаточно легко интегрировать в инфраструктуру-багбон. И они совместимы и работают вместе с другими компонентами нормально. Пока что мы смотрели, как устроен клиент. Также посмотрим пару секунд по-быстрому, как устроен сервер. При такой архитектуре, когда у нас есть четкое разделение между клиентом и сервером, у нас сервер, получается, занимается тем, что он умеет лучше всего делать. Он занимается безопасностью и бизнес-логикой. и там нету никаких дизайна или темплейтов. То есть мы зайдем. Вот оно наше приложение. Вот он сервер. В данном случае он написан на Ruby. Вот контроллеры. Посмотрим, как вы... Вот тут имеются контроллеры и модели. И тут нету темплейтов. Темплейтов, стилей и других отвлекающих моментов. Например, посмотрим, что он возвращает для этой страницы. Вот такой ответ. То есть мы при заходе на SpacesDefault, на организацию с именем Default, сервер возвращает нам JSON-объект, который описывает эту организацию. Смотрим, как это выглядит в ходе. Вот он, этот метод. В принципе, все очень просто. Мы вытаскиваем из базы данных организацию по имени и преобразуем ее в JSON. Но при этом, прежде чем выполнить это, проверяем, что пользователь является администратором. Администратором. Вернемся назад. Такое четкое разделение позволяет нам, помимо удобства разработки, еще и повысить быстродействие, поскольку пользователь, сервер не занимается рендерингом ответов, рендерингом темплейтов. все это происходит на клиенте и происходит достаточно быстро. Это была долгая часть про плюсы, бальбом для девелопмента. И заключительная часть о тестировании приложений. Тестирование веб-приложения, особенно если это с учетом JavaScript довольно сложная задача, потому что если у нас JavaScript разбросан по серверным темплейтам, то для того, чтобы собрать клиента и протестировать его в действии, нам необходимо, во-первых, иметь работающий сервер, во-вторых, знать, как делать заглушки для сервера и в-третьих, каким-то образом подключать браузер или JavaScript engine какой-то, чтобы все это протестировать. В общем, все это в итоге получается достаточно сложным и громоздким. В случае, если у нас есть четкое разделение, четкая граница между сервисным API на сервере, который предоставляет JSON и клиентской частью на клиенте, который точно так же потребляет этот JSON, то у нас получается очень четкое разделение. Мы можем очень просто делать заглушки с помощью JSON для клиента и поскольку он у нас уже собран и в рабочем состоянии, мы можем просто его тестировать как в браузере, так и в Headless режиме. в консольном режиме с фоновой загрузкой какого-нибудь JavaScript движка. Посмотрим, как тестирование выглядит на практике. Вот он прогнал спецификации и вывалилась куча ошибок. Наверное, потому что я обновил версию бэкбона и не обновил спецификации. В идеале у нас должна быть зеленая полоска. Да, кстати, тестирование в браузере это не самый лучший вариант. Гораздо лучше, если бы это все было сделано в консоли с фоновой загрузкой какого-нибудь JavaScript тенджи. Посмотрим, как выглядят эти спецификации на примере кода. Например, посмотрим, как выглядит спецификация для тестирования отображения организации. Нам нужно протестировать то, что при заходе на эту URL будет отображаться организация, нужная нам организация. Заходим в клиент. клиент спецификации заходим спецификации для организации и ищем нужную нам. Говорит о том, что должен показывать организацию. Первое, мы делаем заглушку для клиента Space это JSON-объект, представляющий организацию. JSON-объект заглушка. Затем срабатываем роутер при переходе на URL организации и проверяем то, браузер будет содержать имя организации. Такой подход удобен тем, что при проверках мы используем не куски HTML, в которых ищем какие-то нужные строчки с помощью регулярных выражений. То, что мы напрямую работаем со структурой клиента. Здесь не видно это хелперы, помощники, но там на самом деле внутри используются методы jQuery для того, чтобы выделить нужный нам компонент приложения или экрана и чтобы проверить нужные нам условия, удовлетворяет он им или нет. Это была только первая часть тестирования. Мы протестировали, что клиент работает так, как надо. Здесь также вторая часть, нам необходимо протестировать, что сервер работает так, как надо. Для того, чтобы проверить сервер, нам необходимо убедиться, что при переходе на URL организации он генерит вот такой вот JSON, который представляет организации. Для этого мы заходим в спецификации сервера, находим нужную нам спецификацию, которая говорит «Должен отображать аккаунт». Делаем заглушку аккаунта. Это модель заглушки генерим, создаем и срабатываем нужную акцию на контролере, а затем проверяем то, что в результате срабатывания этой акции был сгенерирован нужный нам JSON. Мы вкратце просмотрели бакбон JS на этом небольшом примере и посмотрели, чем она может быть нам интересна. Если подвести итоги, то можно составить следующий такой список. Мы говорили про такие вещи, как преимущество для пользователя, для девелопмента и для тестирования. Для пользователя преимущество в том, что бакбон JS позволяет создать динамичные приложения и сохранить такие привычные вещи, как закладка и строка браузера, ну и вперед-назад кнопки. Для девелопмента в том, что приложение имеет гораздо более четкую структуру, оно гораздо более управляемо и понимаемо. С точки зрения тестирования в том, что нам проще разделить части, относящиеся к клиенту и к серверу, проще делать заглушки и проще тестировать клиента в целом, используя те же самые методы, которые для тестирования, которые мы используем для построения интерфейса. Спасибо за внимание.